Стартовали состязания с общего построения команд. Всего их 9 из Владимира, Собинки, Гусь-Хрустального и других городов. После участники поздравили воспитанников Ордисвет Павла Гаврилова и Павла Бычкова. Они завоевали золото и серебро на всероссийских соревнованиях по конному спорту. Также для команд провели разминку – обязательный элемент каждой тренировки по плаванию. В Орде Свет они проводятся с 2000 года. Особенных ребят учат сначала держаться на воде, а затем осваивать брас и кроль. Педагоги отмечают, для многих плавание приносит неоценимую пользу не только в физическом, но и ментальном развитии. Например, вот ребята с аутизмом. Вы знаете, что они ведь даже в воду вступают не сразу. Кто-то там через месяц, кто-то через полгода. И вот то, что они перебороли вот этот страх перед водой, это тоже для них очень много значит. Выступили особенные плавцы в двух возрастных категориях. Первыми на дорожки вышли воспитанники второй коррекционной школы-интерната областного центра. Самому младшему участнику соревнований Марку Арефьеву 11 лет. На турнир пришел вместе с папой. Отец мальчика рассказывает, плаванием сын занимается всего год и за это время смог добиться хороших результатов. Честно, когда отдали в плавание, не думали, что будет держаться на воде. Ну, вообще. Буквально месяца три нам было достаточно, чтобы он потерял какой-то страх к воде и проявлял старание. Вот и все. А самыми массовыми стали соревнования среди взрослых спортсменов. В них приняли участие порядка 48 спортсменов разного возраста. Алексей Лобов в бассейне занимается 7 лет. Первые навыки плавания получил от отца. Затем обучался в малом бассейне, а когда стал чувствовать себя увереннее, перешел в большой. Здесь он освоил несколько стилей. Мне нравится больше кролем плавать, потому что спиной как-то непривычно, я бы сказал. Кролем, брасом и нырять под воду тоже мне очень нравится. Ну, кроме спины, конечно. Все, в принципе, я все, что могу, то и делаю. Всего среди взрослых спортсменов состоялось 13 заплывов. Каждого пловца активно поддерживали и зрители, и товарищи по команде. В завершение победители получили медали и дипломы, а все участники – памятные призы. Анна Столярова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».